так ну что всем привет сегодня 8 мая промежуточный результат немножко погоде скажу сегодня очень холодно вообще последние вот эти дни очень холодно днем плюс 10 9 ветер северный ночью мороз уже третий или четвертый день минус 1 минус 2 даже лед и не присутствует вот но сейчас стараемся работаем потому что остается совсем немного дней 10 может быть чуть больше чуть меньше до запуска сегодня промежуточный этап расскажу тему сегодня сообщающиеся сосуды как в школе ну и в общем все все что сделал все что сейчас на данный момент есть по поводу сообщающихся сосудов решили в общем соединить две бочки вот такие почему одной маловато потому что мало ли полив включится автоматике воды может не хватить поэтому решили совместить две бочки сейчас покажу как так это у нас вот купил два краника это у нас от летнего душа идет очень удобные краники пас посадил их на герметик они там идут с уплотняющими резиночками здесь муфточка соединительный кусок трубы этот остаток остался метровую трубу купал и здесь тоже самое соединил промазал на всякий случай герметиком вот так вот у меня две бочки соответственно отсюда тоже такой выход уже не один раз рассказывал обратный клапан и пошла система полива по поводу систему полива если нужно будет отдельное видео запишу также у нас здесь сарай и когда идет дождь сара из крыши бежит вода по стоку и вот отец сделал вот такой вот ход сюда в бадью мы с ним как решили здесь вставили тройничок и во время дождя будем просто открывать эту крышку и отсюда будет стекать также в бадью халявная вода вот никаких шлаков ничего не будет падать уже не первый год отсюда с крыши течет вода поэтому все четко все ровно так дальше пошли сегодня еще точнее не сегодня а вчера верю вот у меня вы видели здесь вот кстати не похвалился стопорок батя придумал чтоб дверь не била четко сюда еще откосено нужно сделать сделать так вчера пол дня ушло на то чтобы в общем решил все сделать полиэтиленом все бока по всему кругу почему боюсь что малек мелковат и будет возможно убегать а может быть и не будет но перестраховаться надо я слишком загнался короче купил 25 метров пленки она идет двойная и разделил ее в общем почти на все хватило вот здесь немножко прям метра не хватило и на 2 нет ничего страшного не засыпали мы значит землей много земли кстати ушло все не за просыпали все четко и оставил вот такие вот бортики висят ну мало ли она вот так заползет и обратно как бы свалится в теории также можно сделать целевой барьер можно электро пастух поставить но я чет не стал загонят с этим пока так я думаю ничего с ним не случится загон получился такой хороший вот так по поводу травы сразу скажу тоже клевер у нас вот такой сейчас таком состоянии клеверок ну а рапс чуть похуже но зато он такой повыше вот рапс рапс еще мало клеверок побольше но это ничего страшного так по поводу фогеров фогеров хотел что сказать в общем при включении немного вот в этих местах соединениях была проблема подкапывала я но получается как я сверлил просто сверлом пятеркой и вставлял уже вкручивал сюда вот эти вентиля кстати с поближе покажу вот эти вентиля я заказывал отдельно то есть по стандарту на эту фогере идет просто такая защелкивающийся вот этот конец я их просто отрезал убрал и вставил вот такие с лепестками чтобы закручивать там еще идет резьба лет я наверно показывал уже в общем с ними удобнее и в некоторых местах наверное я слишком много края просверлил в общем текла вода я сегодня этим занимался в общем что делал на каждом фогере раскручивал немного мазал герметиком и фум нитью немного прям небольшой такой моточек подматывал герметик и закручивал герметиком промазал и все 20 фогеров вот так прошел сегодня и сделал для того чтобы лишняя вода не сочилась так что еще вот на фоне я такая красота так что еще хотел рассказать показать сегодня вот сейчас вечером еще занимался тем что колотил щиты для наших товарищей сегодня ко мне в гости прибегали улиточки я там вставочку сделаю может уже сделал вот сегодня колотил щиты на которых они собственно будут под которыми они будут прятаться от солнца от жары будут там как бы набиваться второй вариант этих щитов это стол для кормления на них будет рассыпаться корм наколотил в общем сейчас покажу наколотил я уже семь штук но на сегодня наверное хватит потому что и так я сегодня много дел сделал устал кстати вот вчера вот эту пленку колотил делал пределил приделывал сцеплером строительным три пачки у меня скоб ушло замучился руки все болят поэтому вчера больше ничего не делал еще землей присыпал в общем целый день конетелился и вот сегодня колотил щиты щиты стандартные из-под кирпича которые идут они идут вот такие с прогалами сейчас покажу вот такие вот со стройки они идут с прогалами мне нужно было эти прогала закрывать пришлось выкорчевывать каждый проем пролет и соединять уже выкорчевывать еще с другого поддона и соединять в одну площадку плоскую и вот такие вот у меня получились щиты такое красивое солнышко но на самом деле холодно на улице вот наколотил их выставил их вдоль загона как бы они у меня будут внутри это я мерил расстояние они у меня будут лежать именно вот так потому что солнце встает на востоке встает из основная масса солнечных лучей вот именно по этой стороне поэтому они у меня будут лежать таким образом уже в загоне и здесь будет палочка подпирать блин тяжелый ну короче вы поняли короче поддон будет лежать вот под таким углом чтобы они могли туда заползти прятаться а наверх я буду рассыпать корм в теории это так вот такой промежуточный результат нравится не нравится у кого какие идеи у кого какие мысли может быть есть делаю это все первый раз первый сезон через буквально дней 10 плюс-минус уже поедем за товарищем за нашими в общем пока вот такой результат вроде все рассказал если какие-то вопросы пишите отдельные отвечу либо видео ответ сделаю пока ничего не выкладывал скоро я думаю начну как все привезу как запустимся выложу вы все увидите задавайте свои вопросы короче вот так ну на этом все будем заканчивать до следующих встреч наверно все пока